Многие знают Розу Багланову как казахскую оперную и эстрадную певицу, народную артистку Казахской ССР, а позже всего СССР и независимого Казахстана. Между тем, ее имя было известно далеко за пределами страны, а некоторые и вовсе называют ее основательницей и родоначальницей эстрадного песенного искусства. Роза Багланова родилась 1 января 1922 года на берегу Сырдарьи в городке Казалинск. Семья, по рассказам самой Баглановой, была богатой. Она же была младшей, единственной дочерью Тажибая и Акуроши. Она пела с самого детства. Ее увлечения активно поддерживали родители. Бабушка обладала большим вокальным талантом и учила этому саму Розу. Некоторое время спустя уже ученицей школы она выступала на районных, городских, областных и республиканских конкурсах. Но вскоре погиб отец, а следом наступил голод. В своей книге Багланова писала. Ежедневно мы слышали о том, что кто-то умер в ауле голодной смерти. Дети и взрослые опухали от голода. Говорили, что целая семья вымерла. Каждый день мы слышали о кончине кого-то из наших знакомых. Это были страшные годы. Казалось, что завтра смерть постучится и к тебе в дом. В семье Розы наступили нелегкие дни. Чтобы выжить, бабушке пришлось распродавать имущество, собранное Тажибаем. А в 1932 году, когда в степь пришел голод, стало совсем тяжело. Субтитры создавал DimaTorzok В 1939 по 1941 год, сразу после окончания школы, Роза училась в педагогическом институте в Казаларде. После того, как ее брата Идриса призвали в армию, она осталась единственной кормилицей в семье. Ей пришлось бросить учебу на третьем курсе и отправиться с семьей в Ташкент, где поступила на заочное отделение в Ташкентский текстильный институт. Брата Идриса Роза больше никогда не увидела. Сразу после службы его отправили на фронт, откуда он так и не вернулся. После окончания школы в 1940 году брат Идрис ушел служить в армию, а оттуда уже на фронт, где пропал без вести. Всю жизнь Роза Тажибаевна будет искать его, делать запросы, надеяться на чудо, но так больше и не увидит любимого брата. В тот предвоенный год совсем еще юная Роза осталась единственной кормилицей в семье, а потому третий курс педагогического института в Казаларде она решила бросить и ехать в Хлебный Ташкент. Там, в текстильном институте, можно было получить место в общежитии и совмещать учебу с работой. Но ткачихой Розе не суждено было стать. Судьба вновь совершила крутой поворот. Словно вознаграждая ее за стойкость духа, она подарила Розе встречу с директором узбекской филармонии Мухидином Кореякубовым, воспитавшим ни одного народного артиста. Встреча и вправду была случайной. Карий Якубов проходил мимо одного из частных домов и услышал, как поет девушка. Ему очень понравился голос, он остановился и стал слушать. Дослушав, он зашел в дом и поговорил с Розой, а потом с ее матерью. Так, в 1941 году Роза Багланова стала артисткой государственного женского ансамбля песни и пляски узбекской СССР. 1941 год. Ташкент. На сцене местной филармонии идет прослушивание. Члены жюри сплошь метры и звезды узбекской сцены. Мухидин Кореякубов, Тамара Ханум, Гаухар Рахимова. Они просят молодую артистку, доселе никому неизвестную, петь вновь и вновь. Они уже все давно решили, но не могли перестать слушать этот чистый, легкий, звенящий, словно серебряный колокольчик, голос. Наслаждаться и восхищаться им. Срамбет, Ухздарай, Акжунистен Ариаса. Зал заполняет песня за песней, и в каждой из них она, ее голос, раскрывается все ярче, расцветает и благоухает, словно роза среди ромашек. Безусловно, это самородок. Редкий, уникальный дар, который заполняет собой все пространство вокруг и проникает в самое сердце. ПЕСНЯ На ее дебютном концерте в Ташкентском оперном театре в зале, среди прочих, был первый секретарем местного центрального комитета коммунистической партии Осман Юсупов. Он настолько восхитился ее талантом, что, поблагодарив Каре Якубова, пообещал ей посодействовать в получении направления на учебу в Москву. Роза Багланова вспоминала, что благодаря помощи первого секретаря сумела получить не только пятикомнатную квартиру в центре города, но даже собственное пианино и концертное платье. Между тем, Роза Багланова не успела получить образование в Москве. В Москве разразилась война, а сама певица в составе ансамбля отправилась на фронт, где выступала перед бойцами Красной Армии прямо на передовой. За четыре года коллектив дал тысячи концертов, выступая иногда всего в полукилометре от линии фронта. Добираться до передовой чаще приходилось пешком, преодолевая до 15 километров в полном обмундировании с оружием наперевес и концертными костюмами за спиной. В миниатюрной Розе с ее 33-м размером ноги приходилось набивать сапоги самого маленького солдатского 39-го размера портянками и ветошью. А уж одежду ушивала вдвое. Сценой могли стать кузов грузовика, гусеницы, танка или обычная повозка. Роза тщательно готовилась к каждому концерту. Она значительно пополнила репертуар военными и народными песнями. Пела на 20 языках. Ей хотелось при помощи родной речи солдата хотя бы на несколько минут погрузить его в теплые воспоминания о доме. В ходе этих выступлений Роза Багланова могла петь по 10-12 часов подряд, не обращая внимания ни на нагрузку, ни на разрывавшиеся вокруг снаряды. В один из таких дней она получила ранение. Вдруг я почувствовала нестерпимую боль в глазах, словно они загорелись. А под левым глазом обнаружила что-то похожее на горячий острый кончик иголки. Этот маленький осколок попал мне в роговицу левого глаза. Спустя 4 часа глаз почернил, словно обуглился. Меня повезли в ближайший госпиталь, дали лекарства, но оперировать не стали. Врачам было не до меня. И я это понимала. Рядом на койках стонали солдаты без рук и без ног. Через некоторое время я слепла на оба глаза. Впоследствии Багланова перенесла 6 операций и сумела вернуть себе зрение. На фронте Роза Багланова не только пела, но и помогала санитарам переносить и перевязывать раненых. Она бралась за любую, даже самую сложную работу. За свое мужество Роза Багланова, единственная из советских артистов, дважды была награждена медалью за боевые заслуги. Первую ей вручал маршал Конев, а вторую – маршал Рокоссовский. Послевоенные годы стали для Розы Баглановой поистине звездными. В 1946 году она стала дипломантом второго всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Спустя три года обладателем гран-при второго международного фестиваля молодежи и студентов в Будапеште. В 1955 году ей присвоили звание «Народной артистки Казахской ССР». Еще через 12 лет Роза Багланова становится уже «Народной артисткой СССР». На правительственных праздничных концертах в Москве она выступала с признанными мэтрами – Ростроповичем, Рихтером, Улановой, Плесецкой, Ильинским и Райкиным. В творческой жизни Розы Баглановой были тысячи сцен. Подмостки Кремлевского дворца съездов, лучшие советские, европейские и американские театры. И лишь в Казахстане она по-прежнему выступала в театрах, не способных вместить даже тех, кто желал попасть на ее концерт. Мечтая о большой сцене на родине, Багланова неустанно ставила этот вопрос на самом высоком уровне. И вот, наконец, в 1967 году в Алматы началось строительство Дворца Республики, позже признанного памятником архитектуры и градостроительства. Восемь лет спустя на сцене этого дворца состоялся сольный концерт Розы Баглановой. Мало кто знает, но это событие могло и вовсе не произойти. Дело в том, что незадолго до концерта зрение Розы Тажибаевны ухудшилось настолько, что она почти не видела. Так через много лет сказалось фронтовое ранение. На все попытки отговорить Розу Тажибаевну от выступления и срочно ехать на операцию в Москву певица, улыбаясь, отвечала «Люди ждут моих песен. Я должна петь». Более сорока лет голос Розы Баглановой звучал на Кастелерадио. Ни одно поколение выросло на программе сказки дядюшки Ердена. А записывалась программа вот здесь. С 1959 года каждый вечер дети слушали удивительные рассказы о добре и зле, о приключениях сказочных персонажей. Едва заслышав первые аккорды песенки, притворявшие программу, дети сбегались к радио и замирали, погружаясь в мир чудес. А исполнила эту песню озорно, весело именно Роза Багланова. Так, как умела только она. Субтитры создавал DimaTorzok и мне говорит, что мы хотим сказки для детей по радио. Вспомнил свое детство, так сказать, и сочинился песенки. Так и называется сказка дедушка Ердена. Ердена отойдет в ее тексте. Теперь кто будет вспомнить? На слуху, голос Роза Багланова. Даже в ауле, когда я учился в школе, я всегда по радио слышал ее голос. Я говорю, вот эти детские песни как раз к ней подходят, кажется. Думаю, пойти к ней. Жду, ее нету. Через некоторый берем, появляется. Роза Багланова на машине, на Волге тогда. Модный был, сейчас сидел. Выходит, порхает прямо, Роза Багланова. Черная очка вот так. И я потихоньку подошел. Роза Багланова. Сразу у меня же появилась какая-то смелость. Я говорю, а Пашка, я работаю на радио с редактором. Немножко пою, говорю. Вот первую песню написал. Да, Алтендаек, давай-то послушаем. Пошли, говорит, к вас. Там Рэн стоит. Поиграй, говорит. Я поиграл. А что, мне понравилась песня. Давайте запишем. Только с условием, ты договоришься, говорит, со студией родителей. Ты же там работаешь. Я приеду и запишу. Наша Роза Абке была очень строгая к своим сотрудникам и артистам. Мы не могли опоздать даже на минуту или плохо сыграть. Она хоть и не знала домбру, оркестр, но она была до того музыкально грамотна, что по мимике, по движениям рук чувствовала уровень человека. Поэтому мы смотрели, не отводя глаз. Мы ее побаивались. Роза Багланова выделялась среди советских артисток особым шармом. Всегда выглядела модно, словно с обложки европейского журнала. В частых заграничных гастролях ей не всегда удавалось выкроить время на походы в магазины, да и командировочных денег давали немного. Но она с лихвой это компенсировала, лично разрабатывая дизайн своих костюмов и платьев по подобию европейских. Гораздо сложнее было с обувью. На ее 33 размер обувь можно было найти только в детском мире. Я всегда, хоть колхозный там говорят клуб, маленький, для меня выступление есть святое для меня. Для меня это выйти к народу, это святое для меня. Всегда я готовлю себя одинаково. Я всегда, как самому дорогому, святое для меня. Роза Багланова скончалась 8 февраля 2011 года на 89 году жизни. Своим талантом и выдающимся исполнительским мастерством она заслужила особое уважение и любовь не только своего народа, но и всего мира. Она вдохновляла воинов на подвиги в годы Великой Отечественной войны и восхищала слушателей в послевоенный период. Субтитры создавал DimaTorzok